Всю страну потрясла история о зверском убийстве пятилетней девочки. Ужасная трагедия произошла 4 января в Костроме. Двое педофилов похитили ребёнка в людном месте у Дома культуры. В этот же день тело маленькой Вероники обнаружили в общежитии через дорогу. Какие-то считанные минуты до выхода мамы девочки на улицу вслед за ребёнком стали роковым моментом. Двое педофилов на глазах у прохожих схватили беззащитного ребёнка. Спустя пару часов уже весь личный состав Управления МВД России по Костромской области и тысячи горожан вышли на поиски пропавшей девочки. Социальные сети взорвались постами о пропаже пятилетней Вероники. Нечеловеческий страх сковал город в ожидании. В 22.30 двое костромичей заметили подозрительных мужчин, похожих на похитителей, которые попали сразу на несколько камер видеонаблюдения. Вот здесь развернулись, так как понимали, что люди здесь уже были и было много людей. И они нам сказали, что девочку видели с этими мужчинами у магазина «Десяточка». То есть мы, это да, в этом районе, но неподалёку. И вот здесь вот, вот на этом месте два человека просто прошли мимо машины. Короткий диалог с мужчинами навёл добровольцев на подозрение. В глаза бросилась и одежда, старая потрёпанная дублёнка на одном из подозреваемых. Похожая одежда была и у похитителей. Далее уже вызов наряда полиции, задержание, допрос и признание. Задержанными оказались ранее судимые по статье о растлении несовершеннолетнего и распространение порнографии 44-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков, также ранее судимые. Сейчас за что задержан? За убийство. За убийство кого? Девочки. Задержан за убийство девочки 5-летней. Как выяснило следствие, девочка была похищена спонтанно, так как педофилы подыскивали себе в жертву маленького мальчика, но не нашли. То, что они делали с ребёнком, описывать не хочет ни один силовик. Позже полиция нашла труп маленькой девочки в спортивной сумке, которая находилась в комнате общежития, где и проживали педофилы. Но самое ужасное, что на крики девочки никто из очевидцев никак не отреагировал. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как педофилы волокут на руках вырывающегося ребёнка мимо проходящих людей, которые только поворачивают голову в сторону плачущей девочки и продолжают идти дальше по своим делам. Если бы хоть кто-нибудь из прохожих обратил внимание и задал элементарные вопросы, что происходит и всё ли в порядке? Возможно, это помогло бы спугнуть убийц и спасти жизнь маленькой Вероники. После того, как горожане узнали о смерти девочки, у входа в общежитие собралась огромная толпа людей. Они все до единого требовали отдать им педофилов. Удивило меня очень, что очень много. Первый раз я вижу такое, чтобы столько людей вышло на улицу. Новости о том, что в Госдуме рассматривают закон о смертной казни для педофилов, о том, что за такими маргиналами, которые совершают подобные преступления, должен быть жесточайший контроль после выхода на волю, рассказало уже множество изданий. Мы хотим напомнить зрителям о более важном, о том, что поможет в будущем спасти жизнь вашему или чужому ребенку. Многие родители говорят, как же так, как и с маленьким ребенком говорить о полном просвещении. То есть все себе сразу представляют, что этот разговор о сексе. Нет. Разговор в первую очередь о границах. Что сложного сказать ребенку, даже пятилетнему, что никто, включая папу, включая брата, включая всех членов семьи, включая даже доктора, если это не в моем присутствии, не может тебя трогать за те места, которые обычно прикрыты нижним бельем. Маечка, трусики. Никто. Ни тренер, ни учитель физкультуры. Никто. В каждом городе России есть по несколько историй, когда маленькие дети становились жертвами таких выродков. Чита не исключение. И мы обращаемся сейчас к вам, к зрителям. Не будьте равнодушными, когда видите, как маленький ребенок плачет и вырывается из рук взрослого человека. Вам не составит никакого труда подойти и разобраться в ситуации. Возможно, что ваши действия однажды помогут спасти детскую жизнь. Это системная работа. Ребенок не запомнит, если один раз ему сказать, ты там другой взрослый, ты там осторожней. Не запомнится. Это разговор постоянный. Мы детей учим быть тихими всю жизнь. Не кричи бабушку разбудишь, не кричи маму разбудишь, не кричи, потому что мы в магазине, не шуми, потому что мы в театре. Когда его за руку хватают, он крикнуть не может. Учите своих детей громко кричать. Напоминайте об этом ребенку каждый день. Кричите вместе с ним дома, на прогулке, в лесу, на проезжающий состав поезда. Напоминайте ему о том, что с чужими взрослыми никуда ходить не нужно, что это может быть опасно. Берегите жизнь своих детей.